С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Далее зеленый свет. Дорога Нарин-Марусинск официально открыта для всех видов техники. Соответствующее распоряжение подписали в понедельник. Об этом сообщает региональный департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Сейчас, несмотря на сильную метель, которая разыгралась ночью, состояние зимника оценивается как хорошее. Автомобили свободно следуют в обе стороны. Однако без инцидента все же не обошлось. Репортаж Олега Хатанзейского. Эта машина слетела с дороги уже на первых километрах так называемой отсыпки. Всему виной сильная метель и низкая видимость. Непогода разыгралась поздно вечером. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Вот это примерно 45-й километр со стороны Нарин-Мара. И сейчас на улице разыгралась очень сильная метель. Видимость практически нулевая. Меня буквально сносит ветром. Будем пробиваться дальше. Последствия непогоды тут же устраняют дорожники. Спецтехника, которая расчищает трассу от снега, двигается в обоих направлениях. Первые 100 километров в сторону Усинска, как и в прошлые годы, обслуживает Нарин-Мар-Дуримстрой. Сейчас это нормальная дорога. Расчистили все. Машины идут. Легковые и грузовые идут машины. На вашем пути вообще уже встречались в этом сезоне застревающие? На этой не было еще. Несмотря на осадки, сильный ветер, средняя скорость движения по зимнику 60 километров в час. При низкой видимости, единственным ориентиром для автомобилистов становится отнюдь не навигатор, а деревянные указатели. Вот эти вешки в сильную метель являются главными направляющими для водителей. Они установлены через каждые 10-15 метров. Однако на некоторых участках дороги они вовсе отсутствуют. Ну а где-то их просто сносит ветер. До конца отсыпки добираемся за три часа. Позади почти 100 километров. Именно здесь начинается новый маршрут. Здесь заканчивается так называемая отсыпка. Если раньше, чтобы добраться до Усинска, водители сворачивали налево, то теперь этот поворот закрыт. Видно, что следы практически отсутствуют. В этом году зимник сократили. Соответственно, изменился и маршрут. Сейчас машины, не сворачивая, едут прямо вот туда. Водитель этого авто впервые преодолевает новый зимник. Дорога ему показалась сложной. На пути ему много ям, крутых поворотов, а еще вешки отсутствуют. В прошлом году я ездил по зимнику. Мне в прошлом году больше понравилось. Не было таких подъемов, спусков с поворотами. То есть гораздо было безопаснее. А вот дальнобойщик Виктор Ключагин новую дорогу напротив похвалил. В принципе, проблем не было. Да. Дорога чистится видом. Да, заливают. Сам зимник стал короче примерно на 60 километров. К слову, раньше эту дорогу уже эксплуатировали. Но около 10 лет назад ее законсервировали. Новую старую трассу в этом году строили буквально с нуля. Теперь ее обслуживает местная компания «Транзит». Сейчас, не считая вспомогательной техники, которая приезжает и уезжает, она постоянно работает 21 единица. Сейчас все проблемы на участке убираются. Но погода, она тоже, вот она здесь стихла, а где-то, допустим, до сих пор метет. По словам Владимира Волкова, за последние две недели движение по зимнику из-за сильных снегопадов было пролизовано несколько раз. В блокаде оказались десятки легковых машин. Чтобы не допустить подобных ситуаций, принято решение на время непогоды перекрывать движение для отдельных видов транспорта. Сейчас договорились с Дерсуей, будем перекрывать на 12-м километре. То есть предотвратить несчастье, если человек какой-то там попадет на дороге, его заметет. А при метеле может даже и такое быть, что и может и трактор его переехать. Там такая ситуация была, что в пяти метрах ничего не видно. А люди все равно продолжают ехать. Вместе с тем региональный комитет гражданской обороны предупреждает водителей, что автодорога от Усинска до Печоры по-прежнему закрыта в связи с тонким льдом на переправе. Накануне под воду там ушел груженный довинг у КамАЗ. Обошлось без жертв. По предварительным данным, участок трассы будет открыт только в первых числах января. Сейчас все зависит от погоды. Тем временем, уже в среду, в поселке Факел перед выездом на Зимник установят большое информационное табло. На нем будет отражена вся самая актуальная информация о состоянии дороги на Усинск.